Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, который называется «Во свете Библии», то есть на основании Слова Божия Библия, «Открытым оком». Сегодня тема будет о благовестии. Ну, кажется, о чём тут говорить? Я открываю то, что сокрытое. А то, что все знают, зачем мы об этом говорить? В основном это я говорю для православных. Потому что сектанты, они едут, благовестуют, все до одного. Особенно у свидетелей Иогова, так называемых. Они идут из дома в дом, звонят, приходят. Ну, везде, где бы мы ни были, а мы проехали нынче 240 городов и сёл, везде заходили, 56 сёл в каждое районное центре, в каждый дом заходили, дарили Евангелие. А почему вас долго не было? Тут постоянно ходят, надоедают. Приехали на станцию на одну, а они говорят, у нас тут две, мать с дочерью. Вот какие-то йоговые, даже не знаю где-то. Ох, и настырные такие, уже сколько раз отказывали. Они всё равно идут, идут. Но они самая быстро распространяющаяся секта. Это уж Дворкину Александру Леонидовичу поверим. Действительно так. Я это буду считать для православных. У православных считается так, что благовестие, ну а зачем? Кому надо, то придёт как у старобрядцев. Тысячу лет лежало до нас, пусть оно дальше лежит. Ну правильно ли мы рассуждаем? Говорят обычно так, что проповедники, ну это епископ должен проповедовать, а некоторые священники вообще не проповедуют. Где? Я не говорю конкретно о ком где-то во всём мире, а с самого начала. Как правильно нам поступить? Согласно Слову Божию, благовествовать, нести благую весть, даже все. А мусульмане? Мусульмане могут проповедовать, но благовествовать они не могут. Проповедовать это распространять своё. Проповедует и безбожий, как коммунист. А благовествовать может только христианин. Нести благую весть. А благая весть это то, что Иисус умер за нас. Некоторые даже не делают различия. Проповед, благовествия, дескать, одно и то же. Отнюдь. Господь сказал, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я повелел вам. Матфея 28, 19, 20. Кому сказал эти слова Христос? Вот сразу. Говорят только священникам. А в первые века христианство считалось только епископом. Пресвятера вообще не проповедовали. Даже священники этого сегодня не знают. Им запрещено было, не говоря про мирян. Вот так. Я много буду мест называть, но придётся потерпеть, как Василий Великий говорит. Это тоже служит ко спасению. Буду говорить то, что далеко-далеко не все знают. Что об этом говорят святые отцы. Как трактуют вот такие-то места Писания. Вот я считаю. При всеобщем священстве, при благодатной освященности, которую получает каждый член церкви в Таинстве Крещения и Меропомазания, эта освященность осуществляется действием Духа Святого, который усыновляет христианина, Богу Отцу, посвящая его в сам мирянина, члена церкви, воинственного тела Христова. Выдержка. Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божию. Релинам 8, 14, 17. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить жертву, благоприятное Богу, Иисусом Христом. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2, 5, 9. Бог избрал, дабы возвещать, речь идет не о священстве, и есть ее так каждом. Но тебя Бог избрал. Избрал. Ну а дальше еще и запятую, чтобы возвещать, цель, назначение, избрание, для того, чтобы возвещать. А люби Божией. И соделавшим нас старями, священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Откровения 1, 6, 5 и 5, 10. На каждый стих Библии, святых отцов, ответим себе, кому относятся слова, необходимости вести, евангельское благовестие, проповедь. Священство духовное имеют все христиане, как учат апостол Петр и Иоанн. Считаем мы, православное исповедание, вопрос 108. Церковь времен апостолов не знала деления того, как у нас на клириков и мирян, в нашем смысле, как и не содержала и самих терминов, мирянин, клирик. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же. Производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Коринфян 12, 4, 11. На это говорят, ну вот вам дам дар такой, а мне не дам. Да ты же батюшка, священник. Как это не дам? Ну у меня другой дар. А какой дар? Я требу совершаю. Да какой это дар? Тут ничего не надо. Интересно, Иоанн Затауст рассуждает и говорит, чтобы привести человека к Богу, нужно тысячу талантов. Я должен психологом быть хорошим, понимать, помогать, должен быть жертвенным. А для того, чтобы крестить, ни одного таланта не надо. Достаточно, чтобы была вода и был священник, рукоположенный, незапрещенный. Все. Даже это-то и то правильно сегодня сделать не могут. Мокрые ладошки по затылку или по лбу хлопнут и все. Нормально это? Его обратить надо сначала, об этом много сегодня говорит у Осипа, по Алексею Ильичу. Отец Зимеетрий Смирнов 25 лет крестил, говорит, и никого нигде нет. И теперь по-другому уже стал делать. Видимо, придется кое от чего нам отказаться, пересмотреть свои доктрины. Обмерщение церковного общества, принявшее уже в 4 веке катастрофические размеры. В результате признания христианства государственными властями и массового принятия христианства людьми, которые ни по духу, ни по жизни не имели с ним ничего общего, явились главнейшим отрицательным фактором, повлиявшим на учение о царственном священстве. Матфея 20, 25, 28 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. 1 Коринфянам 3, 9 Раним со всех членов церкви перед Господом. Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова. 2 Коринфянам 5, 10 Иисус, взгляни на него, взглянул, полюбил его и сказал ему, одного тебе не хватает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною. Вот и все. Марка 12, 21 Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Две стороны, одни только смертельцами возятся, а у других идти и благовествовать. 1 Коринфянам 1, 26, 29 Я прихожу в ужас, кавычки открыты, видя, на что отважаются некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимать оное, не быв призвано Христовою благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают в себе они, бедные. Ефрем Сирин, страница 373. Безумные, несчастные, те, которые делаются по Ефрему Сирину священниками, не будучи на то призванными. У меня один знакомый, просто имя не хочу, надо сказать, фамилию назвать его, но пишет в письме, я, говорит, семинарию закончил, вот сейчас у меня два варианта. Пойти на приход или в Академию поступить. Ну вы что мне посоветуете? Я обычно молюсь долго, прошу, бывает через неделю, месяц ответ приходит, а тут я сразу ответил, потому что я уже знаю ответ. Я говорю, дорогой Олег, минуты не задумывайся, сразу поступай в Академию. На 4 года позже начнешь мучить людей. На 4 года, сколько людей ты перепортишь, тебе больше ничего не надо. Учись, пока ты гибнешь один. Надо прежде самому очистить, потом уже очищать, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других, осветиться, потом освещать. Григорий Богослов. Учитель, если и мирской человек будет, но искусен же в слове учения, и нравом чист, таково и доучит, ибо написано, научены будут Богом. Правило 15 апостола Павла, кормчая с оригинала патриарха Иосифа, лист 26 на обороте. Его вообще выкинули сегодня эти правила. Просто выкинули, в книге правила его нету. 1600 лет было, и тут выкинули. То есть ревизируют, как хотят. И жития, и что угодно могут выбрасывать. Разве это годится перед Богом? Есть удивительные, священно-действие слова, которым призваны все христиане. «Быть священно-действием, на священно-действии слова, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно-действие благовествования Божия, дабы себе приношения язычников, будучи освященным Духом Святым, было бы благоприятно Богу». Римлян 15, 16. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Римлян 10, 5. Исайя 5, 2, 7. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовествника, исполняй служение твое». 2 Тимофея 4, 5. «Нищие благовествуют». Матфея 11, 5. Лука 7, 22. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». 1 Коринфянам 11, 17. «Обувшие ноги в готовность благовествовать мир». Эфесянам 6, 15. «Ни у кого из священнослужителей, ни у католиков, ни у православных, даже я не говорю про русских, не встретил, кто бы сказал, что меня Господь послал не крестить, а благовествовать. Ну, меня послал крестить». Значит, в обратном направлении от пути апостола Павла. Кавычки открываются. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». «И отцом может называться только тот, кто рождает благовествием». А не так, что отец зьяк, а отец такой-то, а он никого никогда не родил-то. И 1 Коринфянам 9, 14. «Кто будет учить, пришедшим вас всему этому, примите его. Пророк же есть всякий пророк, учащий истине. Если он не делает того, чего учит, обречает и дум друг друга, но не во гневе». То есть учит, а сам не поступает. Это уже пророк. В Дидахе, глава 11, 13, считается учение 12 апостолов. «Дух Святой повелевает всем распространять весь воскрешен Христе. Слово же Божие росло и распространялось». Иоанн Затауз говорит так. «Если вы слушаете мою проповедь и дальше ее не понесете, я ничего не успею». «Вы несите теперь тем, кто вам встречается». Деяние 12, 24. «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе, распространяет нами во всяком месте». 2 Коринфянам 2, 14. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялась, как и у вас». 2 Фессоникистам 3, 11. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии Ахае, но и во всяком месте. Прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». 1 Фессоникистам 1, 8. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот растащает». Матфея 12, 30. «Ну а как ты будешь собирать, когда никуда не идешь?» Собирать это значит найти, обратить его и привезти в Церковь Божию. Кто не собирает, тот растащает. Препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняет меру грехов своих. «Но приближается на них гнев до конца». 1 Фессоникистам 2, 16. Мафея 19, 14. Иеремия 29, 27. «На просьбу запретить пророчествовать непосвященное, Моисей воскликнул, «О, если бы и все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Числа 11, 29 и 38. «При семье Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов». «А не ходит за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Марка 9, 38. «Рассеявшиеся от гонения ходили и благовествовали слово». Деяния 8, 44. «А враги намертво запретили это. В Иерусалиме остались апостолы, Златоуст говорит. А рассеялись это миряне, то есть мы простые, у которых нет никакого звания, кроме христианина. Некоторые видели семь ангелов, облекавших его. Это житие святого Севастьяна, когда он 18 декабря, память страницы 481. Он говорил и видели, что они его как бы одевали в светлую одежду. А жена некострата Зоя, освободившись от болезни немоты, проговорила, она была немая, не разговаривала, «Я видела сошедшего к тебе с неба ангела, державшего перед тобой открытую книгу, по которой ты читал все сказанное тобою». Как восходящая заря изгоняет тьму и дает свет нам, так свет слов твоих и знал мрак моего неведения и ослепления. Они понимали это. Имея эту харизму, священодействие, слово «Святая Ирина, 5 мая», обратила ко Христу 150 тысяч язычников. А подобно мы считаем даже в житие самарянки Фатины, Марии Магдалины, Нины, просветительницы целой страны Грузии, Хрисамфа 19 марта, Ионы Нового 5 ноября. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным». Матфея 10.32. «Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Иоанн 12.42. Вот многие из-за страха. «Да я не знаю как, да а если узнают, что на работе будет». «Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Матфея 23.13. «И ангелу философийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Откровение 3.7. «Молчанием предается Бог, говорит Григорий Богослов. Святая Екатерина, Феврония, сколько мы не открыли глаза на свет, они считали, научу беззаконных путям твоим и нечестивые к тебе обратятся». Псалом 50.17. «А как же, научу беззаконных, а сам не идешь, иди к беззаконным, иди. Твоя каноническая территория это земной шар. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Матфея 10.16. «И кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». 1 Коринфян 14.3. «Некто иудей именем Аполло с родом из Александрии, муж красноречивый из следующих писаний, пришел Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и горя духом, говорил, учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагогах. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Деяние 18.24. То есть это был еще даже не христианин. И его похваляет за это апостол. Деяние «Яна садил, а полос поливал, но возрастел Бог. И сеющий, поливающий ничто, но все, Бог возвращающий». 1 Коринфян 3.6.1.12. Иногда любят спрашивать, ну вот ходили, ездили, а сколько людей обратилось? Я этот вопрос вообще не понимаю. От нас это не зависит, как я могу знать. Я рассказываю, я ходил в тюрьму здесь 17 лет. Выступал по радио перед ними, все раскрывал. Ни один не обратился за 17 лет. Вот и все. А пойдет священник, он в один день 470 человек крестил, и один раз только пришел. Какие требования? «Познавший истину, доделится с другими щедро», говорил Кирилл Урсалимский. «Горе запрещающим благовествовать истину. Горе вам, книжники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, входящих воспрепятствовали». Лука 1,52 «Не могу молчать о том, что слышал», говорил Максим Исповедник. «Не могу молчать о том, что слышал». Возьмите себя как эпиграф. «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово?» Иова 4,2 «Я возвещал правду твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Не возбраняйте». Бывает слово, сказанное совсем незначительным, кажущееся. Оно произведет то действие, которое нужно. Оно оплодотворится верою слушающих. Псалом 39,10. «В собраниях благословлю Бога, Господа». Вы благословите о семени Израилева. Псалом 67,27. «Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, то Он всеми обличается, всеми судится, тех, которые говорили». Значит, говорили, но не все же были священники-то. 1 Коринфянам 14,24. «Слово ваше добоет всегда с благодатью, приправено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссинам 4,6. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5,13. «За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца». Исаия 57,17. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает, как сон его, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно, что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь Савов. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком и говорят, он сказал». Иеремия 23,30. «Трусость и корысть везде». Корысть и трусость. Бытие 27,22. «Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». Матфея 12,37. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкус это плодов его». Притча 18,22. «Если бы горение Духа святое Вениамина 13 октября коснулось нас, он говорил, невозможно свет переменить во тьму. Ему когда запрещали, говорили, мы тебя отпустим, только никому не проповедуют. Он просто ответил, невозможно свет переменить во тьму. А другой всю жизнь верующий. И никто не знает, вот так глубоко эта вера ушла, что ее уже нет. Об этом хорошо говорит отец Дмитрий Смирнов. Ну глубоко, глубоко. Совершенно как безбожник, говорит, ведет себя. 22 февраля это Максим Исповедник не достает нам подробно сказать. Григорию Паламе 14 ноября. Яну Домоскину 4 декабря. Если же закрытое благоуставание наше, то закрытое для погибающих. 2 Коринфянам 4.3 Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово в Галатам 1.7 за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Он пишет к людям, которые участвовали в этом. Филипписам 1.5 «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязающимся в благовествовании, вместе со мной, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». 1 Тимофея 4.3 То есть все благовествовали, не только священники, а открывшиеся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и не тленя через благовестие. Даже удивительно, что как будто бы не через явление Христа, а через благовестие. 2 Тимофея 1.10 «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая его, и не мог». Еремея 29 стих «И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали». Марка 7.36 О делах Божьих надо возвещать, Исаия 8.2.48.10 Деяние 1.8 Откровение 17.6 1 Фестоникинсом 1.8 Считаю. И Политримский. «Господи Божий, который счел рабов Твоих достойными в прощение грехов через баню паки бытия, сделай их достойными преисполниться Твоим Духом Святым и пошли им Твою благодать, чтобы они могли Тебе служить согласно Твоей воле». Так считали над уверовавшими и крестящимися во имя Святой Троицы. Запрет миряна на проповедь обескровил церковь. Иногда ссылается на Шестой Вселенский Собор, правило 64. Оно гласит так, кавычки, «Не подобает мирянину перед народом произносить слово или учить, и таким образом брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова и от них поучаться божественному. Если кто усмотрен, будет нарушающим настоящее правило, на 40 дней да будет отлучен от общения церковного». Толкование Патриарха Вальсамона, это в 12 веке, Зонар, Аристина, они, хотя и прикровенно, но поясняют, что это правило касается научения в церковном собрании в присутствии епископа. Я знаю это, я тоже не проповедовал, но наш епископ специально меня рукоположил в щица, чтобы я мог и при нем проповедовать. Но когда меня еще в щица рукоположили, это правило я не нарушал. Мы выходили в трапезную, столы вот эти опрокидывали и народ здесь собирался. Ориген ставил служение учителей выше всякого иного служения. В то время далеко не все пресвитеры имели право проповедить в церкви, но только епископы. И был такой человек Владимир Филимонович Марсенковский, он говорил, «Вырви из сознания людей Евангелия и на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь». Рассеявшиеся ходили и благовествовали. От моря и до моря из китайца теперь от севера к востоку, ища слово Господне, не найдут его. Если бы мы благовествовали, значит, эти бы люди не блуждали. Амос 8.12 «Слушайте слово Господне сына Израилевым, ибо суд у Господа жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Осия 4.1 Но как оно будет богопознание, если мы молчим? «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Евреям 4.2 «Слово же Божие росло и распространялось» Деяние 12.24 «С такой силой возрастало и возмогало слово Господне» Деяние 12.20 «Кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» Иоанн 8.47 У нас называется «Во свете Библия». Мы много уже здесь провели бесед. Это как бы для тех, кто может быть и не знает даже Слово Божие. Кавычки открываются. Заключаю, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Если не изменить у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. И, наконец, и совсем кончится, а останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник Говор в 1863 год. Я говорю, или он был лжепророк, потому что вера-то православная, или он имел в виду другое христианство. Прошло уже не два поколения. Это уже 150 лет. Дальше кавычки открыты. Мне убогому Серафиму Саровскому Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия, православная вера будет попрана, архиереи, церкви, божии, духовные лица, другие, отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я убогий Серафим три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, не помилую их, ибо они учат учением человеческим, языком штут меня, а сердце и далеко отстоит от меня. Это где написано? Третья книга священнослужителя, настольная книга, 601-я страница, выпущена патриархи Пибени. Сказано, что врата адовы не одолеют церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится церковь. Россия может окончательно потерять ее, епископ Афанасий. Когда патриарх Кирилл Гудяев вернулся из поездки на Дальний Восток, он сказал, состояние церкви тире духовное развалины. Я к этому добавляю, а ему показали не худшее. Где мы проезжали там Освенцем, там Хиросима, Лаврентий Черниговский. Истинно благочестивые христиане потерпят гонения от своих лжепратий, лицемерных христиан. Количество христиан, хотя и увеличится ради милостивой благодати Христовой при последней всемирной проповеди, но далеко не все они явятся подлинными последователями Христа. Многие будут ограничиваться только одной наружностью, одним внешними обрядами. И другое выражение. Тогда литургия творится будет вскач по большой дороге Нил Мироточивый Сафона. Снова. Тогда, хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и щены церковные, но все это одна видимость. Внутри же отступление истинное. Кавычки закрыты. Феофан Затворник. Кавычки открыты. Враг рода будет действовать хитростью. Он не станет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божество Иисуса Христа и достоинства Богородицы, а незаметно станет искажать перенанные святыми отцами от Духа Святого учения Церкви. И самый дух его, уставы и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг и благочестие будет в пренебрежении. Кавычки закрыты. Анатолий Оптинский, младший, кавычки открываем, приходит время, закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать, не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить, как храмов, так и колоколин. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, и ходить те храмы нельзя. Церкви будут, а православному в них нельзя будет ходить. Ремонты храмов будут до самого пришествия Антихристова Лаврентия Черниговского. Снова, священство последних веков будет в нравственном падении через две страсти тщеславие и чревоугодие. Нифон Цареградский. Снова кавычки. 99 священников из 100 объявят себя за Антихриста Владимир Сергеевич Соловьев. Еще. Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам иерархов и вообще священства Иоанн Кронштадтский. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности Нектаре Оптинске. Дальше кавычки. Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в истине, Феодор студит. Скоро в храмы нельзя будет ходить, все изменится, только избранные увидят это, людей будут заставлять ходить в церковь, но мы не должны будем ходить туда ни в коем случае, кукша. Только наново крещеная Русь может стать православным царством, архимандрит Константин Зайцев. С помощью церковных властей, проповеди, приводить будут членов церкви, принять антихриста, и кто не послушается антихристовых приказов, будут подвергать нескончаемым мучениям, харлампи. И вот интересно, еще, кавычки открываю, подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей, в моменты чрезвычайные, он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою, не имея официального назначения, эти люди своим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других, но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной церкви должностью и не всегда держится в служебных рамках. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивостью и ревности о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий Строгородский. Я когда это прочитал, я подумал, что речь идет и обо мне здесь. Я не имею никакого звания, но у меня все время побуждение было говорить о Боге, везде, военном, в заключении, в администрациях разных. Снова кавычки. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать. Игумен Никон. Далее. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. Матфея 10, 32. Сказую же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, сын человеческий исповедует перед ангелами Божьими, Лука 12,8. И при том, не только мужчинам это, но и женщинам нужно благовествовать. Житие смотри святой Феклы, Марии Магдалины, Ольги, кавычки открываются. Эта деятельность осуществляется не только и не столько священством, сколько мирянами. Миссионерская деятельность мирян имеет громадное значение и нередко оказывается более действенной, чем проповедь Самбона. Тем более у мирян не может быть отнято право благовествования и научного исследования вопросов христианства и учительства. Свобода такого рода деятельности мирян может быть введена в известной границе охраняемой иерархии, однако она не может и не должна быть отнята. Где это известно? Том 8 Настольная книга священнослужителя Московской Патриархии страница 581-6 21-77 Москва 1988 год и подтверждение 1 Фестоникистом 5-19-20 Из определений Собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов Четвертый пункт Определение А П 2 кавычки для большего же усиления и развития православного христианского благовестия сообразно с требованием нашего времени весьма желательно привлекать к делу способных к проповедничеству благочестивых мирян причем может быть допускаемой на церковной капитре за богослужением скобках я ставлю с благословения епископа и местного священника в основном то что сказало благовестие это касается православных у сектантов и так проповедуют пусть Господь положит на сердце тем кто до конца выслушал начать с этого момента благовестовать истину а для этого нужно очень хорошо знать священное писание святую библию вот как мы проводим эту лекцию собеседований во свете библии и на все смотреть открытым боком и без предвзятости не так что у кого то плохо а у нас хорошо нужно наоборот смотреть тогда будет момент когда мы скажем нам действительно нужна помощь мы должны дойти до такого состояния чтобы понять что мы пропали мы погибли на духовных развалинах согласно слов патриарха Кирилла и тогда мы скажем Господи ничего не могу сделать бери учи научай и Бог это сделает я обладаю несколькими большими недостатками вот я сейчас считал кое-где небольшие ошибочки делал почему во первых я не слышу плохо слышу слабослышащие а во вторых ну представьте что вот эти книги я издал делал набор верстку сам за 9 лет я провел больше 30 тысяч часов за компьютером и у меня глаза конечно другие я многое догадываюсь просто читал я вижу окончание иногда не так что простите мне это и смотрю через лупу а если у вас все хорошее здоровое ну почему же не благовествовать еще раз повторяю заходите на наш сайт на наш форум вот он указывает к истине 1 народ.ру и попутно еще есть время коротко скажу вот тысячелетнее царство начинается при Христос воскрес на Голгофе и заканчивается тысячелетнее царство за 3,5 года до пришествия Христа а во время пришествия Христа вот 3,5 года антихрист во время пришествия Христа это всеобщее воскресение одновременно праведных и грешных это восхищение церкви и страшный суд все это одномоментно а здесь вот начало тысячелетнее царство это Голгофа скован сатана вот как понимает православное при таком толковании нет ни одного места которое противоречит другому а кто думает что тысяча лет начнется где-то раньше то у него никогда не вместе не воскреснут оставьте расти то и другое до жатвы и чтобы нас Господь восхитил в царство свое Аллилуйя Аминь